Артем Милехин, да. Мы поговорим, я вам расскажу про первую методологию оценки киберустойчивости средствами IT. Такая немного необычная вещь. Это про риски, про время, про оценку. Мы назвали эту методологию Hardcore IT. Она чуть раньше называлась IT 2.0, но вот в презентации на stage это тоже было. Наверное, вы у нас посмотрели, да, и также назвали. Можно переименовать в принципе уже, да, мы это сделали. Время. Время это основной фактор, основная единица и, как правило, времени не хватает. У нас все мероприятия сегодня, сегодня, завтра, послезавтра, все вот эти дни проходят вокруг времени, сингулярности, черные дыры, поглощения и так далее. Вот я бы хотел на этом остановиться и чтобы вы задали вопрос. Кто из IT-департамента? А кто ИБ? Мне просто интересно, да? В самом начале на дискуссии Денису прозвучала интересная фраза. Вы ее сказали, айтишник подставит плечо ИБ. Я очень надеюсь, что так это есть и будет, и будет вот эта дружба между IT и ИБ, к этому нужно стремиться. Но в принципе можно задать себе вопрос, сколько времени нужно, чтобы бизнес компании перестал существовать? Кто-то скажет, да ладно, ребят, это невозможно, у меня все хорошо. Кто-то скажет, пробуйте, у вас не получится. Мы слышали ответ, ну, минут пять, наверное, да, если знают, куда бить. Это реальный ответ от клиента, и мы к этому как бы так отнеслись очень настороженно. Время – это то, с чем нужно работать, то, чего не хватает. И самое интересное, его можно купить, если определенным образом подойти к этому вопросу. В компании Postive Technologies, давайте отойду, да, красной нитью идут недопустимые события. Для рынка они уже на слуху, многие слышали, знают, кому-то не нравится, кому-то нравится. Здесь можно говорить разное, это фактически это риски. Но мы это называем недопустимые события и строим все свои продукты, всю свою концепцию, экосистемы, если так можно сказать, вокруг недопустимых событий. То есть это то, что важно бизнесу. То есть что должно произойти, чтобы бизнес лег, чтобы его не существовало. Можно не смотреть на всю инфраструктуру, а выделить вот конкретно недопустимые события и начать с них. Построить цепочку атаки, рассмотреть все, что рядом с этой цепочкой атаки. Об этом я дальше расскажу. Но основное это те недопустимые события, за счет которых бизнес встанет. Они для ИБшника одни, для владельца бизнеса они совершенно другие. Как правило, это деньги. Сегодня прозвучала такая фраза «не сесть». Ну вот да, наверное, это тоже имеет место быть. Для айтишника они должны быть схожи с недопустимыми событиями для бизнеса. Потому что IT-департамент работает над тем, чтобы бизнес работал, чтобы бизнес приносил деньги. И сервисы, которые предоставляет компания, они работали. Как мы на это смотрим? И в чем же сила нашей методологии? Давайте начнем с того, что мы изначально учитываем страхи и боли бизнеса основываясь на недопустимых событиях. Мы привязываем, мы разрабатываем сценарии недопустимых событий и маппим их на конкретную IT-инфраструктуру. То есть мы не скажем вам, ну вас могут взломать через вон ту точку доступа в Wi-Fi. И ответят, ну слушайте, у нас там стоит хорошая защита, у нас стоит там WPA3 Enterprise, у нас там был только выход в интернет, у нас нет доступа к внутренней сети организации. Ну попробуйте, у вас не получится. Правильный подход это когда вот эта цепочка атаки мапится на реальную инфраструктуру клиента. И шаги, которые необходимо сделать хакеру для того, чтобы достичь целевой системы, они релевантны. Конкретный список проектов это на выходе, то что получается, используя нашу методологию с ценовыми характеристиками, рекомендации по быстрому достижениям цели и, конечно же, это гарантия результата через кибериспытания. Это все в конце расскажу. Итак, в чем суть методологии и как мы рассчитываем и знаем продвижение хакера? Видимо это в IT-инфраструктуре. Мы определили недопустимые события, мы посмотрели IT-инфраструктуру клиента, смапили недопустимые события на IT-инфраструктуру, увидели, определили ключевые системы и целевые системы. Вот в данном примере выделен 1С-битрикс, не зря, потому что в прошлом году очень было много взломов через 1С. Здесь синеньким прослеживается, что он опубликован наружу и есть уязвимости, которые буквально в один хоп позволяют достичь целевой системы и сломать весь бизнес. Мы определили цепочку атак, мы определили ключевые целевые системы. Мы специально подготовленным инструментарием своим сняли определенные данные с ключевых систем, с целевых систем, с систем сетевых и то, что рядышком. И дальше увидели вот примерно такую картину. Мы определили, как может пойти атакующий хакер до своей целевой системы. Это будет не одна цепочка, это будет несколько цепочек, и методология позволяет эти цепочки построить, определить, с помощью чего будут сделаны шаги, то есть тактики, техники и подтехники определить, и определить самое главное время, которое необходимо для реализации каждого хопа. И тут можно ответить на вопрос, а за сколько сломают мою компанию, за сколько, даже не сломают, за сколько времени нужно, чтобы бизнес встал. Вот, ну пойдем дальше. Чем мы оперируем? Мы оперируем в принципе общеизвестными метриками. Мы взяли жизненный цикл инцидента, разложили его напрямую, нанесли на эту прямую стадии атаки и выделили ключевые метрики, можно сказать, time to detect, время обнаружения, time to attack, время атаки, это основная метрика, время идентификации, время реагирования, и есть еще ряд вспомогательных метрик. И дальше, собрав данные, прогнав все эти данные, которые получены с реальной инфраструктуры, через математическую модель, которую мы сделали, мы получаем уже готовый результат временной характеристики атаки. Я пока что буду оперировать time to attack. Как это выглядит? Кто-то называет это горбики, кто-то называет это более пошлым. Давайте я начну как-то горбиками, наверное, буду их называть. Вот это изначальный случай, когда есть определенное количество атак на инфраструктуру, время локализации данного инцидента, и в существующей картине клиент просто не успевает ничего сделать. Атака прошла, у него нет ни средств для реагирования, ни средств для мониторинга, ни команды, которая вообще что-то понимает в этом. Ничего нету, все, атака прошла. Дни через 10 он, может быть, увидит хвост и что-то вот найдет. Вот это уже лучшая история. Мы укрепляем периметр, например, с помощью ПТНК-ФВ, и время атаки смещается вправо. Тем самым даже при существующих возможностях клиента атаку хоть как-то видно. Можно захватить хвостик этой атаки и дальше уже пойти по цепочке расследования и так далее, и так далее, и так далее. Но самый лучший вариант в методологии Hardcore IT, это когда мы не просто сдвигаем, укрепляем периметр, тем самым сдвигаем по временной шкале вправо, мы еще и размазываем эту атаку, то есть ставим большое количество барьеров на пути хакера, которые ему нужно перепрыгнуть, плюс добавляем некие системы мониторинга, которые увеличивают шумность этой атаки, и тогда уже какая бы ни была служба реагирования и обнаружения, и бэшная, да, у клиента, он ее увидит, у него будет больше артефактов для того, чтобы расследовать атаку и, возможно, все-таки предотвратить подобное в будущем. Итак, основная задача методологии – это достижение и поддержание состояния IT-инфраструктуры, при котором реализация вот этого недопустимого события максимально затруднена, и шумность этой реализации атаки, она повышена в идеале до максимума. Область применения – это… Меня сейчас, конечно, могут покидаться, что вот есть, да, это не вся IT-инфраструктура, а конкретно целевые, ключевые системы, то есть все то, что используется при атаке, при совершении вот этого недопустимого реализации, недопустимого события. Первоначально вот это нужно сделать, далее уже все остальное. То есть, как пример, перевод, несанкционированный, недопустимое событие, вот у нас было, да, перевод, несанкционированный перевод в 100 миллионов рублей со счета компании. В компании используются, в принципе, не такие большие деньги, там и компания была, а не то, что прям вау. В компании используется 1С. Есть компьютер бухгалтера, есть подтверждение, цифровая подпись. Построили вот эту цепочку атаки и поняли, что нужно защитить. И в данном случае, если вдруг у пользователя начнется шифроваться компьютер, ну, это плохо, конечно, но в целом это не повлияет на бизнес, если соблюдены определенные меры. Да, есть сегментация, есть антивирусы, которые могут купировать распространение шифровачек и так далее, и так далее. То есть, в принципе, на это можно забить и разобраться с этим чуть попозже. Но это плохая история. С этим нужно разбираться. На основе чего мы вообще… Что лежит в основе методологии? В основе методологии лежат экспертные наши данные. То есть, данные и экспертиза наших пентестеров. Компания Postive Technologies славится тем, что… В принципе, я, можно сказать, с первых нескольких лет знаю компанию. И славится тем, что очень крутые хакеры, очень крутые специалисты, и которые ежедневно проводят работы по анализу защищенности, работы по пентесту, выполняют шаги, которые представлены на матрице. Это матрица Mitra, а так, на которой разложены техники и подтехники, которые соответствуют шагам взлома. То есть, первоначальный доступ, исполнение вредаунсного файла, закрепление, перемещение горизонтальное, выход из системы и так далее. Все это делают наши хакеры ежедневно в каждом проекте. И используя ту или иную технику, они, грубо говоря, записывают время, которое они потратили на использование этой техники и подтехники. Все это собирается в единую базу, анализируется. И у нас есть вот эта вот информация, то время, которое необходимо хакерам, квалификации не ниже, чем у нас, для того, чтобы выполнить то или иное действие. То есть, использовать технику и подтехнику. Вот это мы взяли за основу нашей методологии. Давайте немножечко к реальной ситуации подойдем. У нас было несколько проектов, больше пяти. Примерно вот так выглядит один из наших проектов. Интересная ситуация. Это заказчик, который делает программно-аппаратные комплексы. То есть, это разработчик для больших крупных компаний. И ни слова более про этого заказчика. В вопросе, что для вас является вот этим ключевым событием, целевым событием, недопустимым событием для вас, что это будет? Ну, нам сказали, знаете, нам будет очень плохо и больно, и в принципе бизнес встанет, если внутрь нашего программного обеспечения поместить вредонос. Вот это будет беда, потому что дальше начнется киллчейн, атака через поставщиков, все, будет хана. И мы такие, окей, хорошо. Мы проанализировали его IT-инфраструктуру, собрали необходимые данные, посчитали, ну, собственно, выявили, что через 13 часов есть возможность добраться до его конвейера разработки и поместить в конвейер разработки вредоносное программное обеспечение. То есть, у нас будут права на чтение, на запись, на редактирование и на то, чтобы стереть все логи. Но все это мы посчитали, нам стало больно, мы рассказали заказчику это, он вообще прослезился, сказал, печаль, все, что делаем, что нам делать. Вот, в ответ будет далее. Давайте сначала подумаем, 13 часов вообще, насколько это много, мало, что можно сделать. Посетить по HD можно? Ну, в целом можно. Вечером сходить, на тусовку сходить можно и добраться до дома. Это позитивный сценарий. Можно поругаться с руководителем, пойти в кэчар, который здесь тоже представлен, устроиться на работу в позитив. Тоже позитивный сценарий. Можно в CS поиграть, но, наверное, да, будет маловато времени. Я не игрок, ну, коллеги, наверное, подскажут. Но для бизнеса это не так важно. Для бизнеса важно потерять контрагентов, потерять клиентов, потерять все наработки, которые были в базах данных, в шарах, в 1С и так далее, которые уже не восстановить. Посмотреть, как дешифровывается сервер бэкапа, да, и как он перезагружается после этого, ну и не получить очередной платеж по отгруженным продуктам, не знаю, продукции, которые производятся в данном бизнесе. Собственно, что делать? Извечный вопрос, как быть и что делать. Все очень просто. Нужно посчитать, использовать нашу методологию, посчитать время, примерно понимать, через что вас могут атаковать. На языке другое слово, более такое неправильное, но подходящее к этой ситуации. И разработать с помощью партнера, разработать программу трансформации, кибер-трансформации IT-инфраструктуры. Сложное название, но в целом это то, что поможет видоизменить IT-инфраструктуру, навесить на нее необходимые продукты, сервисы, все, что подскажет партнер. И мы используем методологию. И начать поступательное движение к тому, чтобы увеличить, усилить IT-инфраструктуру и увеличить время, которое необходимо на атаку компании. То есть в целом, наверное, плюс-минус все это делают, но делают это вот так. Вау. Возьмем все и будем делать. Ну, это так не работает, потому что вот на это все нужны миллионные бюджеты и где-то даже под ярд. Мы пропагандируем за то, чтобы четко понимать, как пойдут, через что пойдут, и начать движение, чтобы достичь цели, то есть quick win. Методология позволяет не просто составить список проектов. Как видите, они здесь по большей части IT-шные. Да, это двухфакторка, это хардерник, IT-инфраструктура, про которую сегодня уважаемые спикеры тоже говорили. Это и модернизация сетевой части, микросегментация и так далее. Плюс, конечно же, чтобы повысить видимость атаки, нужно использовать систему мониторинга. Это уже больше ВБ-шную часть. Никуда без антивирусов и EDR-ов. Но тем не менее. Плюс, методология позволяет подсказать, подсветить эффект от внедрения той или иной инициативы того или иного проекта. То есть внедрили вы хардерник, эту инфраструктуру, у вас сразу там плюс 5 часов. Внедрили EDR, у вас время атаки не сильно увеличилось, но время реагирования увеличилось, потому что возможности EDR-а появились. Вот. Собственно, ближе я подхожу к завершению. И под занавес, как это все проверить? Что нужно, чтобы удостовериться, что вся методология рабочая, и вы достигли нужного именно бизнесу уровня киберустойчивости? Это пройти кибериспытание. Кибериспытание проходит на платформе BugBounty, и на эту платформу BugBounty вывешивается недопустимое событие. То есть классически на BugBounty вывешиваются приложения. Там Тинькофф висит на BugBounty, по-моему ВК висит. Ну есть, это открытая информация, погуглить можно. Они висят своими приложениями на BugBounty. Соответственно, пин-тестеры, которые зарегистрированы на платформе, постоянно ищут уязвимости в этих приложениях, находят, сдают эти уязвимости владельцам приложения, получают какие-то денежки. Здесь, в принципе, схожая история. Но вывешиваются недопустимые события. Перевод такой-то суммы денег с 1С. И пин-тестеры начинают пробовать реализовать это недопустимое событие, пробивать периметр, идти внутри, перемещаться, АД-шку атаковать и так далее. Но компания к этому готова, потому что она знает, как они пойдут, вот именно туда, куда нужно. знает, через что они пойдут. И у них есть система мониторинга, которая показывает, а если они пошли по-другому, ага, а мы это увидели. И мы знаем, что нужно сделать, чтобы они не пошли там. Закрыть необходимые порты, дырки уязвимости, патч-менеджмент внедрить и так далее. И далее самое интересное. Вся эта математическая модель, вся эта методология, это безумно сложно. Это расчеты математика. На бумажке это не сделать. Мы пока что для себя сделали сервис, внутри инструмент для расчета путей хакера, атакующего. После того, как мы собрали данные с IT-инфраструктуры, мы формируем специальные файлики, закидываем их в данный инструмент и видим граф атакующего, как он пойдет до конечной цели. И здесь подсвечиваются разные возможные варианты, в том числе, какие техники и подтехники будут использоваться, и самое главное, какие митигейшены можно использовать. То есть что нужно сделать, чтобы он не пошел туда. Вот это очень интересная история. Все это ориентировано в большей степени на партнеров пока что, которые идут вместе с вами, с которыми вы работаете, и которые смогут организовать вот этот вот список проектов, которые могут его сделать в вашей инфраструктуре. Если вы сами можете, это похвально, я таких компаний не встречал, которые сами все делают без партнеров. колонки означают влияние, я говорил про это, влияние каждого из проекта на показатель, на показатель атаки, на время атаки. Здесь бюджет, здесь названия, да, вы правы, их нету, но будет четко влияние проектов на бюджет, стоимость этих проектов, влияние на метрики и влияние на общую защищенность IT-инфраструктуры компании. У меня на это все, чуть подробнее можно почитать по ссылочкам, вот здесь вот, про методологию можно почитать, классная вообще штука. Всем спасибо, я думаю, у нас есть время на вопросы. Да. А вы смотрели, что просто маршрут типа, а именно с точки зрения и уже там, допустим, можно использовать уязвимость аппликейшена, потом уже дальше перейти на базу и уже оттуда выйти. Это все учтено, но вот здесь вот. То есть, когда формируется список проектов, дальше это передается партнеру, ну, партнер вместе с нами идет, да, и формирует список проектов. И уже, наверное, это вот в этом проекте будет, да, он предлагает свои решения вместе с нами, то есть свое видение решения этой задачи. Вот вам нужно сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Да. Если я правильно поймал вопрос, да, то там звучал вопрос, учитывается ли только сетевая достижимость или нет. Я правильно, да, вопрос услышал. На самом деле, смотрите, тут более сложная история, то есть там учитывается сетевая достижимость, запущенные сервисы, уязвимости этих сервисов, возможные действия злоумышленника на объекте, то есть мы называем это внутри таким словом механики. Это слово механики вы могли еще слышать в применении к таким продуктам, как О2 и карбон, то есть это совокупность всех методов, ну, фактически, которыми достижимости, включая все механизмы компрометации, которые существуют на этом хосте. Конечно же, это не только сетевая достижимость, а это, ну, вот такой вот очень комплексная метрика, опять же, мы обзываем это словом механика, поэтому это достижимость с точки зрения хакера, назовем это так. Абсолютно верно, поэтому, как я уже сказал, это, конечно, гораздо больше, чем просто топологическая достижимость, поэтому спасибо за вопрос. Артем сразу сказал, что вот эта вот штука сложная, она вот такой вот выглядит, но внутри там действительно лежит очень многокритериальная система и нацеленная, именно, как, опять же, Артем об этом говорил, на, ну, там, безотказность, как не назови это, киберустойчивость ключевых информационных систем, вот, так что, да, есть такая, именно поэтому, кстати, опять же, почему я Артема пинал, извините, для, на ком мы, будем честными, мы проверяем, отлаживаемся и дорабатываем эти модели, они абсолютно неумозрительные, мы дорабатываем их просто на конкретных заказчиках из разных индустрий, скромно Артем назвал не все вертикали, не смотря на мои попытки наехать. Добавь. Ну, неважно, значит, у нас там есть еще там по финансам, есть сырьевая отрасль, вот, то есть еще раз мы очень активно нарабатываем применение этого подхода. Я максимально аккуратно здесь вот иду. ну, я пришел и все испортил. Нет, все прекрасно. Я бы тут добавил еще, что вся вот эта методология, она лежит в карбоне, как ты и сказал, но здесь я не могу отбирать хлеб у тебя и у коллег, поэтому нужно к ним сходить, послушать и задать правильные вопросы. Да, если позволите, я перефразирую, то есть вот Артем сказал сейчас очень важную вещь, что то, что мы сейчас обсуждаем, и то, что ребята делают руками, это потом идет как технологии, которые закладываются в наших продуктах с возможностью автоматизации этого подхода. И один из ключевых продуктов, который это реализует, это как раз продукт карбон, который можно посмотреть в присыловой зоне. И то, что делает карбон, он понимает, он умеет строить эту картину, он понимает, что она значит, и по сути дела, он дает рекомендации, какие проекты вам имеет смысл реализовывать в первую очередь, чтобы правильно затратить ресурс для максимально оперативного повышения уровня вашей киберустойчивости. Поэтому да, то есть мы много чего делаем руками, мы пробуем это руками на реальных заказчиков, но потом мы это транслируем возможности наших метапродуктов. Именно так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова